Всем привет! Выходя из дома, я забыл взять петличный микрофон, поэтому заранее прошу прощения, если будут какие-то неполадки в звуке в то время, когда я говорю. Ну а когда мы с вами будем записывать звучание колонок, то у нас никаких проблем не будет, все будет хорошо. Ко мне в руки на некоторое время попала колонка JBL Xtreme 2, и казалось бы, ее сразу же нужно было бы сравнить с колонкой Sony XB43. Но почему-то у меня возникло большое желание взять колонку Anker Soundcore Motion Plus и сравнить именно ее с колонкой JBL Xtreme 2. Почему именно ее? Да потому что огромная разница между этими колонками, начиная от внешнего вида, от размера этих колонок и заканчивая техническими характеристиками. По техническим характеристикам они с одной стороны отличаются по версии Bluetooth, а с другой стороны и в одной колонке и в другой колонке у нас имеется мощность в 30 Вт. Если мы прослушиваем эти колонки именно как портативные, не подключая их к блоку питания. В колонке Soundcore Motion Plus ничего не меняется, когда мы подключаем ее к питанию. А вот колонка JBL Xtreme 2, когда у нас запитана от источника питания, у нас имеет мощность уже 40 Вт. В то время как при отключенном питании играет у нас с мощностью в 30 Вт. То есть на природу, если вы возьмете обе эти колонки, то они обе у нас выдают 30 Вт мощности. А будет ли различие в звучании или нет, мы с вами попробуем сегодня услышать. Ну и конечно же у нас размер у этих колонок очень сильно отличается. JBL Xtreme значительно крупнее и по этой причине скорее всего будет выдавать более интересный и более низкочастотный звук. Да и в целом для динамиков лучше, когда у них имеется больший корпус. В этом случае звучание у динамиков, оно более естественное и более, так скажем, открытое. По крайней мере должно быть в теории. Опять же скоро мы с вами это услышим. Что касается веса, то здесь тоже очень-очень большое отличие. Колонка Soundcore Motion Plus у нас весит примерно килограмм, килограмм 50 грамм, если я не ошибаюсь. А вот колонка JBL Xtreme весит 2 килограмма 400 грамм. То есть разница почти в 2,5 раза. И соответственно, если у нас есть возможность взять колонку с собой полегче, то будет здорово взять именно ее. Но потеряем ли мы при этом в звучании или нет. И конечно же я хочу выразить свою благодарность и сказать большое спасибо Николаю, который просто взял и сказал мне Константин, я тут приобрел себе колонку. Не нужно ли тебе для обзора? На что я ответил, конечно же нужно, потому что благодаря этому мы сегодня с вами и смотрим это видео, и сравниваем звучание между этими колонками. Так что большое-пребольшое спасибо Николаю. Возвращаясь к теме сравнения, в колонке Soundcore Motion Plus у нас версия Bluetooth 5.0, в то время как в JBL Xtreme версия Bluetooth 4.2. Некая задержка во время воспроизведения видео через тот же самый YouTube у нас больше именно на колонке Xtreme по сравнению с колонкой Motion Plus, если это кому-то важно. Во время воспроизведения музыки большого различия нет, какая версия Bluetooth 4.2 или же 5.0. Другое дело, те кодеки, которые поддерживаются колонками. Колонка Motion Plus у нас поддерживает кодек aptX, в то время как колонка JBL Xtreme 2 поддерживает только лишь кодек SBC. И я вам скажу так, на самом деле сильно заморачиваться из-за этого не стоит. По сути, что одна, что другая колонка отлично играют с теми кодеками, которые поддерживаются. И не нужно прям сильно заострять внимание на поддерживаемых кодеках. Потому что в большинстве случаев то, что мы с вами смотрим или же слушаем с этими колонками, у нас будет звучать одинаково на любых кодеках. Мы же с вами не воспроизводим какой-то высококачественный контент с наших устройств для того, чтобы слушать на этих маленьких колонках. А даже если воспроизводим, то эти колонки слегка не подходят для прям высокочастотного прослушивания звука. Для этих целей нужно обращать внимание на колонки большие, которые способны раскрыть композицию и раскрыть всю детализацию. Во всех остальных случаях, что одна, что другая портативная колонка звучат отлично и для своей цели подходят отлично. И ни одна из этих колонок не посягается на уровень хай-энда, в котором царят совершенно другие цены и совершенно другие производители со значительно большим размером акустических систем. И следующий важный момент, который нужно упомянуть, это время автономной работы. И здесь у нас плюс-минус какое-то равенство сохраняется. Если мы с вами будем прослушивать и одну и другую колонку приблизительно на 70-80% громкости, то получим время работы около 7 часов. Это в том случае, если у нас будет прибавлено достаточно много низких частот на колонке Soundcore Motion Plus. Если мы с вами прибавим громкость прям на максимум, то на колонке Soundcore Motion Plus мы получим значение уже менее 7 часов. Колонка JBL Extreme 2 на максимальной громкости работает приблизительно около 4 часов. Ну а теперь я предлагаю не оттягивать момент и все-таки начать прослушивать наши колонки. Я вам рекомендую перед прослушиванием обязательно надеть наушники. Начинаем наше прослушивание на громкости 75% на обоих колонках. На колонке Soundcore Motion Plus у нас выставлен эквалайзер, который выглядит вот таким образом. Для того, чтобы она более-менее на равном звучала по сравнению с колонкой JBL Extreme 2. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Еще немного так послушаем, а потом перейдем на большую громкость. Тут все понятно, тут все слышно.